Такими же христианами, как я. Вы тоже исследуете Битву, да? Да. Значит, у нас есть много общего, да? Да. Но у нас могут быть разные толкования. Разные толкования? Вы какое толкование? Интересно, кто дает толкование, да? Кто дает толкование, а вы не знаете? Есть в Писании место, 2 Кор. 12, 28, что иных Бог поставил апостолами, иных пророками, учителями. Учителя это от Бога поставленные учителя. Они сказаны в Библии, а это и есть святые отцы наши. Это златоустые, это самый популярный наш святой отец-полкователь. Хотя бы с него начать, он на всю жизнь хватит, до своих не доберешься. Ну, то есть, и как Бог общался с людьми, да? Это как понимали люди Библию с первого века, то есть ее первоначальное понимание. Не как часто многие толкуют, тысячи сект, а как первоначальное понимание священное писание. Мы это изучаем, то есть самый цвет, самый корень. Еще интересный момент, что такое секта, да? Да. Секта это, ну, сказать, что это образование, которое откололось от церкви, сформировалось, но не имеет связи с апостольским преемством. Это первый взгляд Мартин Лютер, 16 веке. И он откололся полностью. Имеет под собой определенного человека, да? Не только человека, а группу людей, которые, у них, их натолкование разница. Это легко, это они не почитают иконы, у них нет священника рукоположного, и они берут тысячелетнее царство. Вот три основных параметра. Отличаются людей, как быть, секта от истинной церкви, от учения их различные. Ну, и еще в самой Библии написано, как должны вести себя истинные христиане. То есть, учения, правильно? То есть, основные критерии, по которым можно узнать, что эти христиане также описаны в Библии. Ну, будьте иметь любовь между друг другом, сказано. Узнаешь, что вы мои ученики, правильно? Я согласна. Ну, надо еще определиться. Написано, прилагал спасаемых церкви, Деяние 2,47. Господь прилагал ежедневно, прилагал спасаемых церкви. То есть, спасаемый может быть только в церкви. Тут нужно узнать, где границы. По вашему имею эту виду? Где границы церкви? Какое-то определенное здание. Нет. Церковь – это собрание людей, это живая церковь. Вы в главе с епископом? Да, что церковь – это собрание людей. Тем более, то есть, не будет иметь значения, особенно в наше время, определенная точка. То есть, это собрание людей, которые объединены одними учениями, одними мыслами. А где же оно одно учение, вы скажете? Вот. Там-то дело, что нет его сейчас одного учения. Вот у католиков, у православных, у коптов все равно сходятся. Святая Троица, священство, святые таинства сходятся. А остальных 20 тысяч, у них уже не сходятся, даже между собой не сходятся. Как это написано в Ефесянам 4 глава? Один Господь, одна вера, одно крещение. А где же одна вера-то? А вера-то не одна получается. Это нужно искать истину. По-вашему как? Одна вера ведет? Одна вера истинная? Или, ну, как некоторые говорят, что многие пути ведут к одному Богу? Это сатанистское изречение, сказать. Сатана говорит, чтобы развести заблуждение. Я не знаю, что один путь это ведет. То есть, как его найти? Я есть путь и истинная жизнь, говорит Христос. Евангелетана 14.6. Идущий, то есть, приходит к отцу, приходит к отцу через меня. И что Христос говорит, что по делам, да, можно узнать? По делам, хорошие дела делают многие люди. Главное, сама истина, нахождение в церкви. И мы предлагаем людям найти вход в церковь истинную. Вы какой церкви принадлежите? Скажите сразу. Чтобы мы не стояли долго. Вы не морозились, не мы. Мы не морозимся, просто разговариваем. Написано, Еремея 6.16, там Господь говорит через пророка, «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, подлежите женщинам». Когда Слово Божие говорится, надо всегда промолчать. Мы точно так же действуем. То есть, если вы будете Слово Божие говорить, мы будем молчать. То есть, уважение к Слову Божьему, страх перед Богом. Вот там говорится, «Остановитесь на путях ваших и осмотрите, распространите о путях древних». То есть, христианство образовалось с первого века, как Христос образовал. Он говорит, «Ты, Петр, носи камни, я создам церковь мою, и врата ада, они одолеют ее». А Петр как-то руководил Бог тоже? Да, руководил. Потом, мы читаем в Деянии, в 10 главе, Господь уже образовал из язычников церковь. Это когда было через корнили образованную церковь. То есть, язычники вошли в церковь. Христов именно. Петр их крестил, весь дом написанно крестил. Да, весь дом. И в дальнейшем апостол Павел был послан к язычникам. И везде на основании Слова Божьего говорится, что апостол Павел говорил, там, Тимофею, Титун, говорит, что должно быть, что рукоположение должно быть от апостольских времен. Так с первого века началось, апостолы рукоположили других учеников, это епископы, епископы, других епископов. И так вот до наших времен. Это Деяние 14.26. Потом уже было отступничество. Отступничество, если даже было, и эта хератония не прерывалась. И не было понимания. Это вот вам пример, как Ветхий Завет. В Ветхом Завете тоже грешили, если вы Библию читаете. Очень много согрешали люди. Но, однако, Господь наказывал. Так мы и рождаемся грешными, собственно. Вот, да, Господь плен уводил, но Он никогда Ветхую Заветную Церковь не отвергал. Что, все, значит, не Мои уже, нет. И так же в Новом Завете апостол Павел в пятом голове, 1 Коринфа, он пишет, что у вас такой блудея, который даже не слышно у язычников. Что там с мачехой своей живет один какой-то там, видимо, из руководителей. Как Слово Божие показывает. Вот, это говорит о том, что главное-то для Бога может даже один написано отправить, нежели тысячи грешников. То есть в церкви человек может находиться, он может и грешить. А церковь свята непорочна, потому что в одном лице. Для вас самое главное, что вы должны познать, что Бог образовал Господь Иисус Христос в первого века церкви. Вы образованы в 19 веке, в 1876-й, исследуете Библию. Но пророк Даниил, он говорил о том, что познание как раз умножится в последние дни. Познание, мы уже знаем все, потому что Бог явился во плоти, написано в 1 Тимофею 3,16, апостол Павел говорит, Беспрекословно, Великое, Благочесть, Тайна. Ну, кажется, мы из нас остановились. Ну, вы верите в Бога Ягову. Вы сказали, вы Яговиста, да? Вы свидетели Яговы, скажите сразу. Я? Да. Вы свидетельница Яговы. Ну, скажите прямо. Мы православные, вы кто? Очень прекрасно. Вы из какой секты? Ну, откуда вы, из какой церкви? Скажите. Я говорю вам, что я исследую Библию. Ну, иначе еще не в церкви, как бы сказать. Вы, может, дай визиточку, мы пойдем, потому что долго задерживаемся. Да, извините, что вы там. Дай визиточку. Нет, спасибо. Вам запрещено брать в Волокану визитку? Нет, мне не нужна. То есть вы думаете, что вы находитесь в Истине? Я же с вами разговариваю. Как вы? Вы делаете одолжение, что с вами разговариваете? Нет, я не делаю. Я вам предлагаю визитку познать толкование святых отцов. На этом сайте начитано злота аут. Спасибо, я была, как-то заходила в вашу церковь, когда я искала. Вы там ее не зашли. Господь вам шучится еще раз. Спасибо, я уже конкретно верю, что именно Иисус Христос. Вы приняли учение свидетелей Иеговы о том, что Христос, Иисус Христос, и не Бог. Иисус Христос это Сын Бога, об этом записано в Иоаннах. Ну, он даже сказал, я и Отец одно. Почему вы в это не верите? Отец одно это в том смысле, что они объединены одними мыслями. Ну, а сейчас я вам местописание попросите. Они мыслями, кто видел отца, видел меня, Христос говорил. Он что, лгал, что ли? Он не говорил, кто мысли отца видел, мысли отца не видит. Он видел отца, видел меня. Говорит, покажи нам отца. Я и Отец одно. Как вы столько лет, кто видел меня, видел отца. Видел меня, видел отца. Бог явился в оплоти. Почему вы в этого не верите? Буквально увидеть нельзя. Об этом написано в Исходе. Написано. Ну, а Иисус Христос... Единеродный Бог, не трясущий, Он явил, написано. Он явил, Христос. Сам Бог, Христос пришел в мир. Кричать не надо. Я вам не кричу, я вам возвещаю истину, а вы отвергаете ее. Вы кричите, я не верю мне. Молча кричите. А я спокойно говорю вам. По любви к вам, по вашей душе заблудшим. Он открывает, на самом деле, понимание тому, кто боится Бога, уважает его. То есть, он открывает понимание. Вот теперь о страхе Божьем поговорим. Вы скажите, почему у вас накрашены губы, у вас стрижка сделана, и вы полностью макияж сделали? Это христианам так не вы, это не страха Божьего у вас полноценно, можно так сказать. Ну почему? Потому что нет благочестия даже внешнего. Вы живете по стихиям мира, а не по Христу. Женщины, ну слушайте их. Сейчас у вас это, это цыгане. Цвят, 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 дядя. Тихо, не пида. Получишь себя видеть. Обменялись своими мнениями, было приятно увидеть верующих. Ну с Богом, пойдемте к памяти. Прискорно видеть неверующего-то души. Прискорно видеть верующих, хотя на самом деле она думает, что мы совершенно не верующие. Раз мы... Мне тоже нелегко сверить. Евангелие надо еще, Евангелие. Брат Никита, Евангелие достань, пожалуйста. Пожилу надо Евангелие еще давать. Это молодежи. Не, Евангелие-то достаньте тоже. Чувак. Валерий-то, подогревение. История в Брёвкаре. Друзья, сейчас somewhere, выстрелы, выстрелы. Пожилу. Устание. Пожилу. Не, да. Пожилу. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...